Самые актуальные события этого дня прямо сейчас в Центре новостей в студии Анастасия Анферова. Здравствуйте! Глава региона Игорь Бабушкин посетил предприятие «Газпром. Добыча. Астрахань». В ходе рабочей поездки вместе с руководителем предприятия Андреем Мельниченко губернатор осмотрел газодобывающий и газоперерабатывающий комплекс в технологические установки, ознакомился с работой пожарно-спасательного отряда. Промышленное предприятие участвует в программе газификации региона. Совместными усилиями областного правительства и компании «Газпром» в этом году было газифицировано свыше полутора тысяч квартир и домов. Сейчас регион газифицирован на 87%. По информации предприятия до 2025 года этот показатель достигнет 93%. Все подробности в репортаже Анна Рейдегеевой. Газодобывающий завод начинается со скважины. Здесь на объекте под номером 77 начинает путешествие сырье, которое в наши дома приходит видеть тепла. На установке природный газ извлекают и предварительно очищают. Здесь повышают давление сырья, которое содержит большое количество сероводорода. Поэтому и уровень безопасности здесь соответствующий. О работе технологических установок сотрудники «Газпром» рассказали главе региона Игорю Бабушкину. В первую очередь губернатор поинтересовался экологической безопасностью окружающей среды. Как работает система мониторинга содержания сероводорода в воздухе или выбросов каких-то на примере этой скважины? Снабжена или одним, или двумя датчиками концентрация сероводорода. Плюс к этому есть датчик, который показывает повышение температуры, то есть пожарный датчик. На данной системе, то есть на скважине уже реализовано видеонаблюдение. Безопасность – приоритет для Астраханского завода. За более чем 40-летнюю историю газодобывающий комплекс подтверждает это ежедневно. Круглосуточно работает газоспасательный отряд по ликвидации ЧС. Специализированная военная часть – единственная в регионе. Оборудование и спецтехника, беспилотники для мониторинга территории, эколаборатория позволяют оперативно реагировать на различные ситуации. Немаловажно, работа пожарной части синхронизирована с работой регионального МЧС. У нас есть расписание выездов по Красноярскому району, где четко прописано, в каких случаях, какие машины куда выезжают, в каких случаях привлекаются автомобили МЧС. Проводится совместное учение на объектах общества. Газоперерабатывающее производство полностью автоматизировано. Сердце этой системы – операторная и диспетчерская службы. На центральном посту газовой безопасности ситуация о состоянии воздуха населенных пунктов доступна в один клик. Ежедневно больше 50 операторов наблюдают в онлайн-режиме. Посмотреть информацию могут и жители. Соглашение мы вот-вот должны подписать с Ростехнадзором, когда в онлайн-режиме, весь наш режим будет передаваться непосредственно в центральный аппарат Ростехнадзора. Они в любой момент будут видеть наше отклонение, если что-то происходит. То есть мы полностью открываемся. Информирование населения о состоянии окружающего воздуха, окружающей среды запустить на так называемые мониторы или новостной лентой по телевидению, чтобы жители были проинформированы о том, в каком состоянии, причем это в режиме онлайн. На сегодняшний день Астраханское газоконденсатное месторождение и газоперерабатывающий завод – один из крупнейших не только на юге страны, но и в России. Предприятие совместно с областным правительством реализует программу газификации Астраханской области. Сейчас уровень газификации региона составляет около 87%. Из них процент сельской местности – 78%. В 2021 году голубому топливу подключили свыше полутора тысяч домовладений. Особое внимание программе социальной газификации, объявленной президентом страны весной этого года. Вопрос реализации программы до газификации, которую мы сегодня, на мой взгляд, достаточно успешно осуществляем вместе с «Газпром Межрегионгаз», составлен план до 2025 года. В январе месяце будет начато бурение первой скважины, которая будет направлена не на поддержание добычи, а именно на увеличение добычи. Всего же к 2025 году региональное правительство совместно с компанией планирует газифицировать до 93% жилого фонда. Уже в следующем году тепло получит 3900 домов. Анар Едигеева, Руслан Асанов, Центр новостей. Астраханская область – один из лидеров в рейтинге прозрачности госзакупок. Участников национального рейтинга распределили по пяти уровням прозрачности – гарантированный, высокий, средний, базовый и низкий. Астраханскую область отнесли к субъектам с высоким уровнем прозрачности. Регион занял 29 место в стране. Из субъектов Южного федерального округа впереди Краснодар и Республика Крым на восьмом и одиннадцатом позициях соответственно. На 39 месте рейтинга – Адыгея, следом за ней – Ростовская область. Калмыкия и Волгоград расположились на 64-й и 75-й строках. Лидерами прозрачности стали Москва, Хабаровск, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Владивосток и Тамбовская область. Закупки оценивали по 43 критериям. Среди них – количество участников, допущенных на торги, процент состоявшихся и несостоявшихся закупок, уровень конкуренции, доля обжалованных тендеров, число расторгнутых контрактов. Для составления рейтинга использовали данные публичных официальных сайтов, в том числе единая информационная система в сфере закупок. Стали известны даты, когда астраханские выпускники будут сдавать ЕГЭ. График опубликовали на сайте Рособорнадзора. Итоговая аттестация в следующем году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов в школах, включая резервные дни, состоится с 26 мая по 2 июля. В первый день выпускники будут сдавать сразу три экзамена – географию, литературу и химию. Проверку знаний по русскому языку проведут в конце мая 30 и 31 числа. Далее 2 июня профильная математика, следом за ней базовая. 6 июня сдают историю и физику. Через два дня запланирован экзамен по обществознанию. 14 июня иностранные языки и биология. Также сдают иностранные языки 16 и 17 июня. В 20 числах июня будет экзамен по информатике. Известны также сроки сдачи ОГЭ. Для выпускников девятых классов досрочный период начнется в 20 числах апреля. Основная часть девятиклассников будут сдавать экзамены с 20 мая. Резервные дни для пересдачи предусмотрены в сентябре. Преподаватели АГУ читают лекции по русскому языку для старшеклассников и студентов Азербайджана. Занятия проводят на базе Центра образования, науки и технологий при Астраханском деловом центре в Баку. ВОЗ реализует международный проект. Детали нового проекта мы обсудим с деканом факультета филологии и журналистики Астраханского госуниверситета. На прямой связи со студией Людмила Касенова. Добрый вечер, Людмила Юрьевна. Добрый вечер. Факультет первым, если я не ошибаюсь, начал читать лекции в Центре образования, науки и технологий Баку. В какой теме посвящены лекции и кто слушатели? Совершенно верно. На прошлой неделе торжественно был открыт Астраханский деловой центр. В его структуре есть Центр образования, науки и технологий Астраханского государственного университета. И он стал площадкой для реализации проекта просветительские и образовательные аспекты подготовки инофонов в фокусе расширения границ русского языкового и культурного пространства. Этот проект филологов Астраханского государственного университета поддержан на федеральном уровне. И мы здесь, в Баку, в Азербайджане, реализуем серию мероприятий в рамках этого проекта. Мы предложили нашим участникам занимательный лекторий с русским языком «Можно творить чудеса», научно-методическую площадку «Актуальные проблемы русистики и лингводидактики». И предлагаем, в данный момент реализуем конкурс, посвященный 220-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Аудитория наша разнообразная. Если занимательный лекторий был предложен старшеклассникам образовательных учреждений Азербайджана, научно-методическая площадка, соответственно, для педагогов средних образовательных учреждений и высших учебных заведений, у которых есть партнерские отношения с Астраханским государственным университетом, и конкурс, посвященный юбилею Владимира Ивановича Даля, он предназначен для обучающихся школ и образователей. Проект, о котором вы рассказываете, он заручился поддержкой федерального центра? Я об этом и говорю. Мы участвовали в конкурсе. Этот конкурс был организован Министерством просвещения Российской Федерации. И наш проект был отобран в числе победителей. И поэтому мы все наши мероприятия проводим с поддержкой, безусловно, Министерства просвещения Российской Федерации. Большая образовательная программа для студентов, понятно. А для педагогов, которые преподают русский язык, русскую литературу в Азербайджане, предусмотрено ваше внимание им? Безусловно. В течение двух дней мы общаемся с педагогами. Причем, знаете, это такое плодотворное сотрудничество. И вчера и сегодня педагоги и вузов, и школ на базе нашего центра проходили, скажем так, было общение. Состоялось такое замечательное, настоящее общение профессионалов. Это были педагоги, которые преподают русский язык, как иностранный. Мы читали лекции нашим коллегам. И, конечно же, было живое общение в течение этих двух дней. Получили от педагогов хорошие отклики. И, конечно же, договорились о том, что наши встречи будут продолжаться. Некоторые из наших участников уже захотели обучаться в Астраханском государственном университете и получить образование в рамках магистрских программ. Для нас это очень приятно. И мы будем стараться, чтобы педагоги азербайджанские повышали квалификацию в Астраханском государственном университете. Сегодня уже был предложен ряд программ для этого. И эти программы вызвали очень большой интерес у азербайджанских коллег. К слову о поступлении и дальнейшем обучении в Астраханском вузе. Факультет филологии и журналистики проводит конкурс проектов для старшеклассников и студентов. И эти баллы, как правило, учитываются при поступлении. Такая же точная практика будет применима в Азербайджане? Этот конкурс в рамках проекта конкретного. Этот конкурс предложен Астраханским госуниверситетом. И вот такую серию проектов будем проводить и дальше. Для этого будем подавать также заявки на федеральные конкурсы. Вот то, о чем мы сегодня вечером с вами говорим. Это и есть пример распространения, продвижения, популяризации русского языка за рубежом? Безусловно. Самая главная цель нашего конкурса и нашего проекта – это популяризация русского языка в зарубежной образовательной среде. Это продвижение русского языка за рубежом. Серьезная, важная, социально значимая цель, которой мы со своей командой стараемся установить дружеские отношения с зарубежными государствами. И вот в такой замечательной атмосфере сотрудничества продвигать русский язык. Большое спасибо, Людмила Юрьевна. На прямой связи с Баку была декан факультета филологии и журналистики Астраханского госуниверситета Людмила Касьянова. Сократить время доставки товаров так, чтобы это благоприятно сказалось на экологии. Молодые астраханцы защитили свои идеи на конкурсе «Умник». Свыше 50 молодежных проектов вышли в финал ежегодного конкурса. Три лучших проекта претендуют на гранты по 500 тысяч рублей. Главная цель программы «Умник» — поддержать проекты, которые применимы в реальном секторе экономики. Организатор конкурса — фонд содействия инновациям и региональное министерство экономического развития. О проектах молодых ученых в материале Анна Рейдегеевой. Это хоть и не защита дипломов, но молодые ученые волнуются так же, как и передатизационные комиссии. Ведь рассказать о своем проекте нужно всего за 5 минут. В это время объяснить суть, актуальность и новизну идеи. Это главные условия конкурса молодых ученых «Умник». Он прошел в регионе в ноябре этого года. В этом году провели финал. В финале участвовали у нас 50 претендентов. Результат оформлен направленный в фонд содействия инновациям и ожидает оценки со стороны фонда. Аспирант Астраханского технического университета Адель Ибудулаев изучает судовые энергетические установки больше пяти лет. Молодой ученый разработал проект по снижению времени технической проверки повреждений и поломок судов. В морских и речных судах используются специальные элементы, называемые демпферами. Они отвечают за защиту корпуса судна от повреждений при стоянке. Стандартная техническая проверка этих демпферов занимает больше трех суток. Испытательный стенд, который предлагает аспирант, сократит время проверки до трех часов. Методики по безразборной оценке остаточного ресурса механических демпферов. При наличии данной методики мы сможем снизить экономическую нагрузку на судовладельцев. Простойка судна на тех проверки в течение одного дня не меньше 20 тысяч евро. Сегодня в России свыше тысячи морских судов, в которых необходимо регулировать работу демпферов. Заинтересованность со стороны компании есть. Каждый проект участника конкурса «Умник» должен быть разработан для реальной сферы производства. Адель Ибадулаев уверен, разработка на астраханском рынке будет востребована. В этом уверена и студентка КМРТ Анна Цигута. Биотехнолог предлагает систему очистки биофильтров для балластных вод. В заборе балласта на судно он вместе с собой набирает морские, так скажем, или речные организмы, которые переносятся вместе с этим балластом и судном на другую точку водного объекта и сбрасываются. Попав в местные водоемы, микроорганизмы негативно действуют на экосистему. Таким образом могут привести к исчезновению некоторых видов раков, моллюсков и даже рыб. Проект применим как в речном, так и морском судоходстве. Анне для реализации идей необходим специальный компьютер стоимостью 50 тысяч рублей. И такую возможность фонд содействия инновациям предоставляет. Организации выделят финансирование на реализацию лучших идей и вознаграждение до 500 тысяч рублей на личные цели. Фонд содействия инновациям ведет такую политику, чтобы молодой ученый со своим проектом мог вырасти дальше. Обязательно этот проект должен иметь высокий потенциал коммерциализации. То есть это не просто научный результат, этот результат должен быть применим в экономике. Проект должен быть стартапом, востребованным на рынке. У студента АГУ Андрея Киселева проект для сокращения времени доставки товаров и услуг. Сервисы доставки еды и товаров развиваются не первый год, но пик популярности пришелся на последние два года. Интеллектуальную систему можно будет использовать на любом производстве крупных поставщиков еды, товаров и услуг. Инвесторы тоже есть. Я лично столкнулся с такой проблемой, что компании или же какие-то организации, которые имеют небольшой бюджет, просто не могут себе позволить как раз решение данных проблем. К слову, конкурс «Умник» — это лишь первый шаг к бизнесу. Вторая ступень конкурса — старт. Гранты в этой категории уже от 3 до 7 миллионов рублей. Поддержка значительная. Отметим, что за 14 лет реализации проекта «Умник» в регионе молодые ученые и инноваторы привлекли грантов свыше 500 миллионов рублей. Итоги нынешнего конкурса будут известны в первом квартале следующего года. Анара Едигеева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей. За год в областном центре ликвидировали почти 4 тысячи нелегальных свалок. Со стихийных свалок вывезли более 16 тысяч тонн различных отходов. Самое большое число свалок ликвидировали в Ленинском районе. Там привели в порядок почти 1300 свалок, не меньше мусора в центральной части города, в правобережье и в Советском районе. По словам специалистов, нередко на один и тот же адрес приходится выезжать несколько раз в месяц. К примеру, одним из таких проблемных мест являются улица Тихвинская, Грузинская, Первая Котельная, Безжонова и переулок Никитинский. На некоторых объектах уборка занимает не один и не два дня. Бригады работают согласно графику. Его формируют с учетом обращений местных жителей. В ходе погони на раскатах Каспия пограничники задержали 4 байды. На борту лодок было 8 граждан России. Почему не останавливались? Не слыхали мы. Ну как не слыхали? Мы вас видим, вы нас не видите, что ли? Мы когда увидели, что вы к нам повернули, мы стали сразу. При проверке документов выяснилось, что задержанные мужчины работники промысловой организации из соседнего региона. Во время осмотра в одной лодке пограничники обнаружили более 1200 килограммов судака. В других лодках находились орудия лова, сетки и около 3000 килограммов сазана. Сотрудники рыбодобывающих предприятий не смогли предоставить документы на улов. Сотрудники ведомства изъяли лодки и рыбу. Одного мужчину привлекли к административной ответственности. Он не остановился по требованию военнослужащего. Теперь заплатят штраф. Участок земли сельхозназначения в Ладырском районе зарастает сорняками. Информация о том, что гектары не используют по назначению, в региональное управление Росельхознадзора поступило из прокуратуры. Специалисты надзорного ведомства обследовали территорию. Инспекторы совместно с коллегами из Астраханского филиала Ростовского референтного центра Росельхознадзора взяли образцы растительности и почвы, изучить агрохимические показатели. В данный момент проходит административное обследование земельного участка, на котором мы наблюдаем, что имеется зарастание древесно-кустарниковой растительностью, в частности, крупными деревьями, а также сорной растительностью, что указывает на признаки неиспользования данного земельного участка. Согласно акту фитосанитарного обследования, земельный участок не используется для производства сельскохозяйственной продукции на протяжении нескольких лет. А техническую обработку почвы никто не производит. В отношении юридического лица, собственника территории проводится проверка. Сержант регионального управления Росгвардии Кристина Гуськова спасла мужчину от смерти. Ему стало плохо на улице, и он получил черепно-мозговую травму. Девушка возвращалась домой со службы и, что называется, проявила неравнодушие к пострадавшему. Все подробности у Артема Лепехина. Мужчина лежал на тротуаре головой к проезжей части. Сержант Росгвардии Кристина Гуськова тот вечер помнит отчетливо, как ехала домой с работы и как увидела почти бездыханного мужчину. Он не реагировал на голос. Его глаза были закрыты. Было, да, разбито лицо. Вызвав скорую, девушка оказала мужчине первую помощь. Перевернула мужчину на бок, чтобы избежать западания языка. В какой-то момент он открыл глаза. Я поняла, что он пришел с себя, но пояснить ничего он мне не смог. Время в ожидании скорой помощи, казалось, тянулось очень медленно. Едва приехала машина, как мужчину экстренно погрузили на носилки. Осмотрев мужчину, врач скорой помощи предположил, что у него, возможно, закрытая черепно-мозговая травма. Уже потом Кристина узнает, что мужчину, которому она оказала помощь, зовут Владимир. Ему 43 года. Обстоятельства, произошедшего с ним, в тот вечер пожелал не раскрывать, равно как и не захотел участвовать в съемках. Привет, дочь. Здравствуй, папа. Как дела? Все хорошо. Все хорошо? Папа Кристины Олег – ведущий специалист по охране труда и пожарной безопасности одного из региональных предприятий. В свое время Олег Гуськов служил в областном МЧС в должности оперативного дежурного. Дочь самого раннего возраста часто была у папы на работе. За ней ничего героического как бы не замечал я, но вот большое сопереживание было всегда в ней и к животным, и к людям, и большая очень, скажем так, предрасположенность к справедливости, к правильным действиям. По роду своей работы Кристине самой часто приходится выезжать на съемки, фиксировать на видео деятельность управления Росгвардии. Нередки случаи, когда военнослужащие ведомства охраняли и спасали жизнь людей. И все это придавало согласке благодаря статьям Кристины Гуськовой. Теперь в сводки новостей попали ее данные. Возможно, мой поступок и не является настолько героическим, чтобы себя как-то там расхваливать или причислять к числу тех вот людей, которые совершили что-то подобное. Ну, мне кажется, просто на моем месте так поступил бы каждый. И все же далеко не каждый. Это подтверждают и обстоятельства того вечера. Мужчина упал в районе улицы Кирова около семи вечера. В это время здесь много автомобилей и прохожих. Неизвестно, что было бы с Владимиром, если бы не проезжала сержант Росгвардии. В региональном управлении намерены ходатайствовать, чтобы Кристину Гуськову отметили как минимум на ведомственном уровне. Артем Лепехин, Игорь Нефиденко, Центр новостей. Пока это все новости к этому часу. Следите за обновлениями на нашем сайте astrohandefiz24.ru. Увидимся на телеканале Астрахин-24. Редактор субтитров А.Семкин